Всем здрасте! У малыша сегодня праздник! Малышу сегодня 4 месяца! И завтрак малыша перед тортиком это вот такая штука, к сожалению. Это, короче, стекстафак. Это бактерияфак. Да, против твоего стопилокока найдено. Ну, что поделать? Что поделать? Это лучше, чем антибиотики, да, малыш? И, кстати, вот она очень даже спокойненько его пьет. Хотя, знаете, он не очень вкусный. Точнее так, он очень невкусный. Прям такой противненький максимально. Ну-ка, давай, малыш. Давай. Давай. Нужно 5 мл на завтрак выпить. Да? Да? Молодец. В общем, кто следил в телеграме за всей этой историей, тот знает, что произошло. У малышки были такие симптомы. Не очень, в общем, она на груди прям вела себя очень беспокойно. У нас стул был не очень хороший. И вес набирала не очень хорошо за последние два месяца. Вот. И мы решили сдать анализы. Сдать анализы. Обнаружился у нас, не у нас, у Мира стопилококк. И как бы в целом, как мне педиатр рассказала, если бы мы его просто обнаружили и не было никаких клинических симптомов, то есть все хорошо, ребенок там никак не проявляет недовольства жизнью, то его и не надо было бы лечить. То есть там он в нашей флоре может находиться, организм может с этим справляться. Но когда уже набора веса, вот так вот касается, и того, что она реально там плохо ест, это уже нехорошо. Поэтому на помощь пришел бактериофаг. Это относительно такая безопасная мера. То есть это не антибиотики, которые могут сразу назначить. Это вирус, который пожирает бактерии. Вот так вот. Поэтому, малыш, ты сейчас пьешь вирус. Как тебе эта информация? А там уж кворчат на фоне блинчики. Блинчики. Все, ты все выпила, малыш. Ты такая молодец. У нас сегодня максимально деревенский завтрак. Это чай из деревни. Мама Дениса его собирает. Блинчики тоже от мамы. Она нам заготовочки делает. И даже джем. Яблоки с крыжовником тоже от мамы. Спасибо, спасибо. У нас сегодня весь день туманный и дождливый. У нас появилась цель на прогулку. Денис очень не хотел выходить в такую погоду. Ну, реально, все мокрое, конечно. Мама, не проливной дождь. Мы идем в ТЦ на фудкорт, чтобы попробовать новый напиток. Взять его с собой и гулять с ним. Напиток, который уже очень популярен в Москве. По крайней мере, много кто о нем говорил. Я много откуда уже слышала о нем. Называется он Bubble Tea. И у нас еще в наших кофейнях особо его нет. То есть его хотели там где-то начать делать. А на фудкорте есть прям целая локация. Денису посоветовали. Где там всякие вот эти вот намешиваются ингредиенты. Я вообще не знаю, из чего состоит этот напиток, если честно. По-моему, там есть точно тапиока. Насколько это вообще чай, не чай. На что он похож больше. Кофе на мачо. Очень интересно стало. Малыш уже спит. Полетел. Вот наш фуд-маркет. А ты знаешь, как называется это место? Узянский чай. Вот два молча. А вот? А он давно, кстати, уже был. Я его сто лет видел уже. Шарик есть с вкусом персика, вишни и кусочки личи, винограда, ананас. А как вообще происходит процесс приготовления? Что это такое? Это сладкий чай, он идет с сиропом и со сладкой основой в тостик. Это из чего и загар или чего? Это из крахмала. Тапиока, да? Да, из тапиоки. Мне давайте с ананасом. Никого нет. Суббота. Обычно здесь очень много людей. Суббота утром, еще и дождь. Я не уверена на самом деле, что это то самое место, про которое нам говорили, где прям отдельно только делается bubble tea. Но, по крайней мере, он здесь делается в том числе. А что здесь происходит конкретно? Здесь чай смешивается сиропом, здесь стаканчик перепечатывается. Вау. А, то есть это просто печатно. Еее. Спасибо. Ты оплатил, Давид? Вообще, ну так-то ничего такого прикольного не придумали. Прикольно, что вот эти шарики лопаются. Короче, наши выводы. Если будете пробовать, то лучше с шариками, потому что шарики прикольно в эту трубочку попадают и лопаются во рту. Во-вторых, сироп все-таки стоит добавлять, потому что без сиропа вообще прям не очень. Но на один раз, как мы и сделали вывод, ну прикольно вот, наверное, летом больше. Но сейчас вообще-то хотелось согреться. Мы пришли за напитком, я думала, это горячий напиток. Но он холодный, со льдом прям. Я свой выбросил. Понятно, что лучше нашего травяного чая ничего нет. Я бы все равно сейчас сходила за своей матчей горячей, если честно. А еще больше мне понравилось то, что трубкой пробиваешь эту штуку. Правда? Это интересно. Ну, если честно, я бы дальше даже не хочу пить. Что-то я вот сейчас попила, три глотка, сладка, капец. Прикольно вот эта, видимо, структура шарика, да? То, что он это, в пленке съедобной. И внутри вот лопается. А еще мне очень не понравилось оформление. Какое-то просто, не знаю, клеенка у бабушки в деревне напоминает. Но мне кажется, это зависит от места. Я думаю, можно сделать это стильненько, красивенько. Ну, такое, все какое-то ляпистое. 320 ра. Знаете, что хочется добавить? Что есть вот напиток, бамбл. И он вообще даже рядом не стоит с бабл-ти. Бамбл – это изначально эспрессо и свежевыжатый сок апельсиновый. Где-то делают несвежевыжатый. До свидания. Где-то делают несвежевыжатый. Но я бы рекомендовала всегда брать именно со свежевыжатым и убирать сироп. Потому что иногда добавляют сироп, особенно вот как раз-таки летом, когда хочется немножко охладиться, чего-то такого прохладительного. Это невероятное сочетание. И, конечно, намного-намного вкуснее. И все натуральное, по сути, там эспрессо и сок. Настоящий. Короче, мы все выкинули и идем за нормальной горячей матчей. Ну, или кофе, я возьму, не знаю. Потому что в такую погоду со льдом напитки не очень-то брать. Теперь хиночка тут катается на поволосике. Поехал. Зикольно, что он сам ездит, да? Без рельсов тоже. Дю-дю. Дю-дю. Дев, ты тоже ждешь тортик? Да. А я приеду. Заметили, кстати, у нас обновочка. Ковер в этой зоне появился. Хотелось чего-то сюда мягонького, такого приятненького для ножек. Мы заказали на Ля Радут. И еще, кстати, для балкона заказали несколько вещичек. Сейчас у нас балкон не особо используется, потому что холодно. Но я вам все равно покажу. На балкон мы тоже заказали такой ковер из джута. Мне кажется, он идеально сюда подошел, потому что у нас еще кресло, как вы помните, здесь такое стоит. Кругленькое. И тоже все в одном цивете. А еще вот такую корзину. Корзина с разделением. Вообще ее можно использовать и для белья, например. Разделение такое на цветное, белое, черное. Ну, допустим. Но мы используем для того, чтобы сюда складывать игрушки, которые Ева сейчас не использует. И мы их периодически меняем с теми, которые она использует. Чтобы просто постоянно не было очень много игрушек в обиходе. Оставлю вам ссылку в описании на наши товары. У нас ляра дут. У нас почти вся мебель на самом деле оттуда. И домофон сразу заиграл. Ты слышишь? Это твои тортики пришли. Да, твои тортики. Представляешь. Все-таки мне очень нравится эта камера. Она, знаете, именно вот очень удобная, мобильная, быстрая. То есть ты просто поставил, начал снимать. Нет такого, что ты там долго что-то выстраиваешь, как ты ее устанавливаешь. Она такая маленькая, такая вся прям. Да, пупчик. Пойдем есть топ. Это один, два, три, четыре. А можно я эти попробую немножко? Смотри, мы же все съедим. Так или иначе. Завтра в Тагиле съедим. Но сейчас надо выбрать один, который дома будем есть. Какой? Вот этот, да? А давайте-ка это бросим. А ты задувать свечку хочешь? Да, я, я. Все поели торт, теперь ест торт мама. Зато в одиночестве и с дрипом. Кстати, берите лайфхак, что можно ставить мультики на скорость 0.75 для того, чтобы они не были такими клиповыми и такими быстрыми, резкими. Какой-нибудь чинячий патруль особенно вот включаешь и просто аж какой-то взрослый тоже такой присаживается. Просто очень много событий, быстро все сделано, чтобы ребенок просто вот так вот сидел. Ставишь на 0.75, вообще так комфортно, такой темп. Вот знаете, как у нас СССРские мультики были раньше, типа события происходят довольно медленно, речь нормальная, спокойная. Вот слышите, какая речь? Нормальная. У мультика. Ну, то есть это 0.75, я про это. Завтра еще в Тагилу везем два тортика. У нас сегодня такой супер домашний день. Очень, не очень погода. Ну, собственно, ничего не изменилось в этом утро. Поэтому мы зависаем дома, играем. Смотрите. Ну-ка, надо дверь закрыть вообще, чтобы свет не попадал. Вау! Звездное небо! Я попросу Дедушку Морозу показать, чтобы он мне купил, вот, качель домой. Качель? Да. Только у тебя же гамак как качель. Да, она просто мягкая, а я хочу твердую. Да? Да. И еще, чтобы он, нет, я хочу, чтобы он мне заказал котика настоящего. Нет, не котенка, а чтобы мы собрали целого вот такого робота. Робота? Да. То есть ты хочешь робота-кота? Да. Не большого, а маленького. Мы начали смотреть новый сериал с Денисом. Для нас это вообще супер нетипично, но в такие дни, мне кажется, прикольно что-то такое вот иметь. Посмотреть одну серию. То есть не фильм прям большой, а по сериям. Здесь у нас творчество на полу. Я выбираю зеленый и буду рисовать. У меня тоже есть зеленый, кстати. Да. И у меня будет планированная, красивая. У меня цветочек будет зеленый. Что если бы не дети, да? Тогда я бы еще порисовала сама. Неизвестно. Лева, о чем ты мечтаешь? Быть единолоском. Да? А ты думаешь, они существуют? Да. А где они живут? На ладуке. Прикольно. Внезапно оказался здесь человек, который за нами следит. У нас уже следующий день поездка в Тагил. И у нас обновление. У нас новое автокресло. Но не у нас, а у Миры. Мне очень нравится его цвет. Он такой шоколадный. Прямо вписывается сюда идеально. Мне нравится, что оно разворачивается на 90 градусов ко мне. Чтобы я посадила малышку, могла ее там поразвлекать, когда, например, мы останавливаемся где-то. То есть она должна вообще безопасно расположена быть спиной к водителю. Ой, идут наши люди. Идет киска. Ева сегодня ночевала у бабушки. И сейчас я ее пристегну. Мне кажется, правда, уши у нее здесь загибаются. Потому что вот эта штука такая тесная. Привет, киска! Как дела? Давай я его сразу сниму. Куртку. Как, Ева, ты переночевала у бабушки? Хорошо. Понравилось? Да. Опять с симкой спала? Да. У малыша тут развлекушки. Смотрите, как идеально поместились тортики в холодильнике. Прямо вообще как будто для них создано было все. Он, кстати, уже охладился? По трубой. Да, холодно уже. Как пусыр, да, нагоняешь? Если бы у меня был с собой монтаж, я бы могла помонтировать, но я с собой ничего не взяла. Молодец ты с нами. Я буду отдыхать. Пика-пика-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Я с тобой хочу чуть-чу-чу-чу-чу. Пика-пика-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Наша песня! Куртку! Какой это, что пилот? Привет! Уэээ! тут моя школа будет сейчас вот видишь школа впереди справа до у нас традиция мы встречаемся с бабушкой и дедушкой и с моим папой и с моей тетей сначала в ресторанчике грузинском да малыш сейчас переоденемся потом идем к ним домой на чай они уже приехали где-то его впервые увидела вот что его что это расскажи вот счастье да и как тебе на вкус не приторно не посибочки я не хочу но иногда можно наверно да если раскраски малыш уже переодет у нас уже первая часть празднования четырех месяцев завершена мы едем сейчас домой к бабушке есть наши тортики такие чувства приятные в тагиле ненадолго сюда приезжать классно вспоминать свое детство его я здесь выросла ты знаешь нет выросла здесь ходила в садик ходила здесь школу школу нашу 32 отреставрировали она такая красивенькая это сделать обещали пока мой папа учился в этой школе пока моя сестра училась в школе пока я училась в этой школе и сделали когда я выпустила спустя семь лет я вам совсем не надолго из будущего прямо сейчас монтирую влог вижу эти кадры из тагила и знаете хотела поделиться чувствами каждый раз когда на самом деле приезжаю в тагил вижу эти улицы по которым я ходила свою школу в которую я ходила подсознание невольно начинает вспоминать вообще о чем и мечтала как я жила сравнивать с тем что имею сейчас и я безумно благодарна всему что со мной было ведь именно те обстоятельства в которых мы жили те люди которые меня окружали все вот это пробудило во мне желание искать свое любимое дело изучать монтаж вообще абсолютно как бы неизвестно например для меня сферу я помню как я взламывала свою первую программу для монтажа все пробовала набивала шишки на самом деле несмотря на мой юный тогда возраст я сразу выяснила что надо просто больше делать меньше думать меньше переживать потому что как только ты начинаешь погружаться мысленно во все эти страхи какие-то переживания сомнения все ты уже не можешь ничего делать и я помню я обманывала свой мозг таким образом то есть как только я чего-то начинала бояться раскручивать там себя в голове вдруг а что подумают вот эти вот а что скажут эти я должна была сфокусировать внимание на каком-то действие научиться какой-то новой фишке монтажа написать сценарий короче занять свой мозг чем-то другим потому что зачем что-то там придумывать теоретизировать если куда важнее просто делать и на практике понимать именно поэтому я всегда радуюсь или меня это ценно когда компании с которыми я сотрудничаю разделяют такой подход например онлайн школа skill factory которая делает основной упор на приобретение реального опыта речь сейчас идет о курсе айти специалист с нуля если вам кажется что вы абсолютно ничего не понимаете в сфере айти и поэтому это обучение вам не подойдет то как раз таки наоборот обучение рассчитано для новичков для тех кто интересуется этой сферой но пока не понимает где себя конкретно там найти в самом начале обучения вы попробуете 9 топовых направлений и уже затем выберете одну профессию и начнете ее осваивать самой базы самых азов до продвинутого уровня очень здорово что авторы курсов и менторы практикующие разработчики из крупнейших айти компаний а с трудоустройством помогает карьерный центр skill factory если вы приобретаете курс в ноябре то у вас будет возможность поучаствовать крутом командном проекте и это не только опыт решений задач от крупных компаний но и готовое портфолио что конечно же выделит вас среди других кандидатов еще одна хорошая новость напоследок это то что прямо сейчас у sky factory проходит черная пятница и по промокоду по снова будет действует скидка до 60 процентов кстати можно начать обучение прямо сейчас оплатить начать только через три месяца помните что вложение в себя это всегда выгодно поэтому переходите по ссылке в описании под этим видео и осваивайте новую профессию skill factory учит тех кого берут на работу здравствуйте здравствуйте и ты у бабушки на ручках да кисонька понятно буду все это все хорошо ты же бананчик маленький ты маленький бананчик да все здорово хорошо тебе сидится все 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 Больше мне нравится всё. Больше мне нравится всё. Это было шедеврально, Санька. Ты смеешься смешно. Мы думаем пойти погулять, а ты с нами пойдешь гулять? О нет, я не пойду уже. Всё, ты уже находился за сегодня? Да. Достаточно, да? Да я вот ищу. Кого? Для этого. Для Дениса кроссворд? Да. И не нахожу. А как называется, может я найду? Так тут, да ну тут. Иди, я помогу тебе. Иди. Мужицкая, мужицкая. А хвостик какой. Доброе утро. Сегодня тот самый день, когда я наконец начинаю работу по своему проекту по восстановлению после родов. И сегодня у нас первая съемка. Они, эти съемки у меня все время стоят утром. То есть я их уже запланировала заранее. На ноябрь и на декабрь расписала все дни. Почему утром? Потому что это самый крепкий сон у мира. После пробуждения ночного проходит где-то полтора-два часа. Ее бодрство мне и потом она крепко засыпает. Спит на улице с бабушкой. Бабушка катает коляску и я могу снимать. И сегодня собираюсь на студию. Немножко переживаю. Потому что я впервые буду снимать и сама комментировать свои действия сразу же. То есть до этого, когда я снимала, например, ретрит точка пор, я озвучивала поверх практик. И в этом есть и плюсы и минусы. Но, как минимум, волнения меньше, конечно, когда ты не озвучиваешь сразу же. Потому что тебе не нужно думать о том, как прокомментировать правильно. Как правильно сказать твое расположение, что мы сейчас делаем. То есть ты и так снимаешь, да? У тебя и так, ну, волнение есть от того, чтобы все правильно показать. Чтобы ничего не забыть, последовательность. А тут тебе еще все нужно онлайн как бы комментировать. Но я предвкушаю. Я уверена, что так как я испытываю вот это чувство волнения, значит, мне туда надо идти. Значит, там у меня тоже рост. Снимаем на студии с операторами. Поэтому утро в эти дни съемок у меня очень такое забитое. То есть и так с малышами много дел. Еще и с собой надо собраться. Но я с вечера собрала все остальное. У меня до сих пор, на самом деле, с прической проблемы. Потому что я не понимаю, что мне на такие съемки делать волосами. Два колоска у меня еще не получается сделать. Потому что волос мало и начинают торчать некоторые пряди. Это некрасиво. Я подумала остановиться на крабике. Типа вот так вот. Ну, более красиво его сделать. Потому что длина волос уже такая, что как бы ни то ни сё. И шишку ты не сделаешь с такой длиной волос. То есть вот так вот ты не сделаешь. Все выпадет вот это вот. Шишка внизу тоже не зафиксируется. Потому что вот так вот выпадет часть волос. Если делать хвост, то скорее хвост смотрелся красивее. Потому что там такой маленький пучок оставался. А здесь остается вот так вот. Ну, как бы нормально. Нормально. Может быть я так и оставлюсь. Но не сказать, что вау. Но зато волосы убраны аккуратно. Все хорошо. Денису в такие утра спасибо большое. Потому что он берет на себя и Миру. Сейчас он на кухне с Мирой переворачивается там на коврике. И Еву. И за завтрак отвечает. Ну, там гречку, яйца поставить, варить. А можно? Можно на кухню меня? И я очень кушать уже хочу. Пожалуйста. Хочу завтракать. Отвесите меня. Спасибо. Можно? Благодарю. Поговорю. Поговорю. Раз, два, три. Хорошо. Хорошо. Нормально, да? Но если я вдруг что-то зажала... Не знаю. Ты ее можешь... Закрыть. Не закрыть. Лечь на нее и вот это вот шуршание. Ну да. Но оно не критично, когда ты слышишь? Вот сейчас я вообще... А, ну это вот максимум мой, да. Я включила таз. Я тоже. Угу. И сегодня мы активизируем все наше тело. Я предлагаю начать с мягкой медитации настройки. Займи удобное положение на коврике. Могут быть скреченные голени. Главное, проверь свой таз, его положение. Чтобы у тебя не было переразгибов в пояснице. Чтобы ты сидела вот прям ровно на седачных уграх. И снова вдох наверх. Дыхание здесь свободное. В своем комфортном темпе. Здесь очень важно, чтобы обе ягодицы оставались на коврике. И здесь со вдохом мы будем прогибаться. И такой мягкий прогиб, он начинается с копчика. Вы прям почувствуете, что есть разница, если мы просто вот так прогнулись. И если мы начали этот прогиб с нашего хвоста. Можно пошагать ногами. Таким образом выпрямляя колени и растягивая заднюю поверхность ног. Та-дам! Включение уже из дома. Мы все сняли. За два часа успели снять три практики. Ну, собственно, сколько и планировали. Я прям очень рада. Очень рада, что все прошло как по маслу. Если честно, я немного переживала, что могу сбиться. Я была уверена, что будут моменты, где типа я буду говорить. Вот, ребят, давайте перепокажу еще раз или переговорю. Вообще таких моментов не было. Было просто, что я сформулировала не совсем правильно. И там в начале тавтология немножко сказала. Короче, я очень довольна то, с какой энергией записывала. И как удалось расслабиться на самом деле. Я взяла с собой масло, эфирное масло. Это у меня такое тач масло есть. Там смесь внутри. Называется она motivation. Я люблю ее использовать, когда... Знаете, вот просто вот есть состояние такое, когда ты знаешь, что тебе надо что-то сделать, но у тебя не сильно много желания. У тебя не сильно много сейчас мотивации, да, можно сказать, на это. И ты просто понимаешь, что ты в любом случае должен это сделать. Вот ты прям садишься сейчас и это будешь делать. Это твоя работа, блин. Это то, на что ты там согласился. И вот важен как будто какой-то настрой. Важна какая-то условная фишечка, я не знаю, там мостик, который тебе позволит уже начать. Но не то, что позволит, а ты просто настроишься и благодаря этому войдешь вот в это продуктивное русло. И я люблю использовать в качестве такого мостика эфирные масла. Мне очень нравится. Потому что ты посидел, немножко понюхал, нанес там на свои точки. Я наношу на запястье, вот сюда вот наношу. Короче, я всем довольна. Пришла дико голодная. То есть я дома позавтракала очень хорошо. Прям очень хорошо. Мне обычно хватает до обеда, до часа дня всегда такого завтрака. А тут я пришла, получается, в 11.30. Я такая голодная, я давай есть картошку с селедкой. Просто то, что у нас было дома. Где мы много энергии потратили. Именно много такого, знаете, не в плане даже энергии физической. Хотя все-таки три практики как-никак я сделала, да? Но больше, конечно, такое вот эмоциональное, я бы сказала. Больше такого ресурса внутреннего. Я, кстати, уже в новогодних штанах дома хожу. Короче, это то, что нужно снять. Вот такое розовое обозначение, это означает, что меня снимают операторы. То есть у нас еще через неделю съемку, через две, через три. Короче, я споставила их по пятницам. Дни, когда мы снимаем по три практики. Потому что пятница очень такой оптимальный день. Здесь все, вот этот календарь посвящен только проекту по восстановлению после родов. Здесь нет, типа, остальных моих дел. Поэтому все остальное пустое. Но у меня обычно по четвергам моя йога с утра. А могу я снимать только в утреннее время, пока мир крепко спит. По средам у меня обычно видео выходит на YouTube. Поэтому я не стала в среду ничего планировать. Там обычно много работы. Вторник – это день перед тем, как выставляю видео. Поэтому здесь тоже много работы. Понедельник – это такое начало недели. Всегда много за выходные накапливается всяких рабочих моментов. Поэтому я тоже на понедельник решила не ставить вот такие вот большие съемки. Ну и некоторые еще у меня там дома что-то я снимаю сама. Какие-то лекции. Где-то я на студии снимаю, например, одна. Потому что там не нужна помощь в целом операторов. То есть это не практики. Сейчас буду бронировать студии на ближайшие дни. Вот особенно на декабрь важно заранее забронировать. Потому что на декабрь спрос огромный именно по студиям. Потому что все съемки устраивают своим. День 3 День 5 у мира немножко есть закос тела в одну сторону такое часто происходит когда у детей появляется прийдете стороны они начинают одну сторону чаще смотреть например и потом происходит то же самое с телом вы знаете тело как будто становится бананом у него вот правая часть она как бы больше сокращена а левая больше растянута или мы занимаемся такими чеками игольчик ты будь ты метиком занимается чтобы приводить в тонус как раз таки более расслабленную часть вот так активизируя все мышцы и расслаблять наоборот зажатую часть эти два раза прохожусь например по стране более расслабленной и один раз по стране более зажат на еще плюс мы ходили кости опаду но он сказал все хорошо я все поправил как бы реально сразу стал на самом деле лучше правда но через несколько не вернулась и ноги своя когда мы будем переворачиваться с тобой заваливайся заваливайся на бочок на бочок вот и потом да помогай себе довертеться довернуться скажи мне так нормально вот так на камеру я тебе пока попалку помассирую не заметила меня и кто сегодня у нас не знаю похоже на эту да это правда правда это да висичка садись кушать у нее колонна есть такая холодная белые волосы у нее за такие глаза похоже да и даже у нее такое платье ты хочешь тарелочку переложить или отсюда будешь есть отсюда любимая колумба колумба почему а давай 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 теперь я буду просто лисичка давай теперь я буду просто лисичка давай я не здесь я я сейчас покчетка ну тепло тепло и вы сладкие девочки малышки здравствуйте сегодня мы вот это сделаем попробуйте это убери сначала вот так бяку потом разъехте и все получится это ты про яблоко да рассказываешь у нас что было давай покажем у нас было целое яблоко мы убрали специальной штукой сердцевину это называется сердцевина и вот и разрезали классно развитие пищевого интереса уже 4 месяца неделя я просто приказываюсь банантик кушать банантик ну что вы что вы пока не я ну ладно всем у тебя можно еще банантик можно я сама возьму давай а я твой кальмар доедаю ну 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 мы сегодня сдаем анализы всем нашим семействам такой чекап организма будем делать перед новым годом самое то а мне еще есть спустя 4 месяца после родов вообще надо было спустя 3 я хотела но я там немножко попростыла и мне внутриселок посоветовала не сдавать в таком состоянии ну понятно немножечко не те были бы результаты сейчас уже все хорошо и хочу посмотреть как у меня там железо себя ведет витамин D но там еще много всего покажу список полный и даже Ева будет сдавать Ева такая говорит я смелая я не боюсь у кого посмотрим что будет у врача в кабинете ты хочешь посмотреть как мне протыкают кожу хорошо знаешь помогает дыхание когда ты такой делаешь вдох такой и все работа теплым угу угу и жмите клуб так вот у вас немного да у 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 вот это самое такое не очень приятное а потом уже вот когда набирают пробирочки это уже не больно нет чуть-чуть было неприятно капельку знаешь как будто вот укусил кто-то комарик ну комарик да и или когда вот бежишь где-нибудь дома спотыкаешься немножко об угол какой-нибудь сначала так неприятно все а потом вот когда уже пробирочки вставляют и набирают это уже не больно так так хорошо смотри какая милая его повязочка вот да смотри какой прикольный баланс да да на самокате на самокате смотри у нас два омлета с тартаром и скалеток да это вот мама позвольте поставлю покажу да горячо перемешать хорошо не знаю не знаю милая смотри 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 в телефон папа папа смотри у нас есть слишком семьи мы когда с этого смеиваем говорим вот так вот знаете нас еще ближе теперь пора учить его этому кстати не знаю я показывала этот снегокат или нет но он очень крутой тем что ты его вести как коляску здесь есть и колеса когда еще снег не лежит очень большим слоем и сами лыжи и еще его можно как нормальный снегокат вот так вот у нас все очень резко наступила зима сегодня утром было минус 10 и такой ветер просто лютый все сдувает бабушки ты любишь это кушать каждый день кушает максимально нестандартная ситуация я записываю это видео из гардеробной вот здесь за стеночкой спит мира и поэтому я говорю шепотом но я специально взяла микрофон чтобы вы меня слышали получше я хотела вместе с вами сейчас сделать вот такую штуковину это типа бегу день на ночь я максимально домашним виде и состоянии намазала мазь на свой прыщ сняла линзы надела очки на мазюкала на лицо всякие мази сыворотки короче у меня есть моя плойка выбились и я ее обожала у меня укладка держалась три дня я очень скучаю по кудрявым объемным волосам но у меня нет на это времени поэтому я решила попробовать вот эту штуку эта штука должна за ночь делать вот так я сейчас хочу нанести perfect hair 15 в одном это такой не смываемый уход просто у меня довольно густые волосы и их я не знаю возьмет ли вот эта штука мне самой интересно попробовать я понимаю что это уже последний кусочек за этот влог поэтому после того как мы с вами сделаем вот эту штуку я вам вставлю фотографии завтрашнего утра получается потому что мне нравится заканчивать влог на вечере это как будто логичное завершение если я вставлю кусочки утра под конец этого влога как-то будет непонятно я так не хочу вот так вот ее надели сверху закрепили ее крабом и просто самого вверх начинаем закручивать волосы до низа и внизу делаем вот такие резиночки видите у меня еще волос не так много то есть мне нужно было удостовериться что эта штука подходит под такую длину волос но было написано что подходит для длины от плеч и ниже а у меня как раз ниже плеч и типа вот эти бигуди они мягонькие и они поэтому не заламывают волосы все нужно делать вот эту штуку ну за него это конечно полторы минуты такая милашка не знаю что за этой штука делать наверно логично и укоротить чтобы она не болталась вот так вот кстати я все это снимаю на свой новый телефон я купила 15 айфон про мак у меня впервые такой размеры телефона то есть до этого у меня был просто про непривычно что такой большой размер это даже мне в руке непривычно нужно большим пальцем стараться там короче больше дотянуться но при этом мне нравится именно видео на нем смотреть мне нравится на нем оформлять stories например вообще любой контент то есть я перепрыгнула с тринадцатого у меня был тринадцатый на пятнадцатый и картинка прям заметно лучше особенно для влогов и подскажите пожалуйста как аудитория которая все это смотрит какая вам картинка нравится больше на новую камеру или на айфон когда ты снимаешь влог это должно быть вот что то что у тебя всегда под рукой то есть такой инструмент телефон это конечно идеально да когда ты можешь сразу на телефон подснять но вот я бы не сказала что картинка на тринадцатый айфон мне прям сильно нравилось но и новая камера несмотря на ее миниатюрность очень удобное меню и все 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 удобство в использовании просто выше всех похвал в условиях плохой освещенности это камера справляется не очень хорошо я думаю вы заметили но она в целом она экшн-камера типа нельзя на нее ставить такие вот ставки что вот она там должна супер качественно снимать хотя там написано 4к и я снимаю в 4к 60 кадров в секунду на этой малышке для себя я определила пока что я буду комбинировать для влогов айфон именно 15 и вот эту малышку камеру диджи ай кто спрашивал у меня ее название это диджи ай осмо экшн-четыре их последняя моделька мне кажется что в путешествиях этой малышкой снимать очень удобно камерой потому что ты просто взял чик чик одну кнопку нажал и поехали и она снимает сразу большой угол это очень удобно и красиво смотрится но смотря для какого контента да если ты хочешь что-то близко детально показать нет смысла брать камеру вот эту лучше взять айфон и увеличить немножко будет качество лучше картинка передастся лучше а для какого-то общего такого угла например когда снимаешь рум-тур и если освещено хорошо помещение то вообще круто я буду ложиться спать мне очень интересно как я буду вот с этим вот тот момент когда хочется максимально себе усложнить жизнь малыши так просыпается частенько на покушать еще и я буду с этой матрёной но прикольно что крабик он не будет мне давить он будет сверху я вам сюда вставлю видео или фото того что у меня получилось утром а если вы хотите посмотреть поподробнее с комментариями я поделюсь в телеграме так что приходите ко мне в телеграм всех что